Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы с вами разберемся, сколько реально будет стоить банкетная площадка в 2022 году. Готовы? Погнали! Ну, а прежде чем мы начнем разбираться с ценами на банкетной площадке, я очень рекомендую вам посмотреть варианты банкетных площадок на свадебном портале Event4Me. Сделать это можно достаточно просто. Заходите на портал Event4Me в каталог. Здесь смотрите разные банкетные площадки, выбираете банкетную площадку, открываете ее, смотрите, какие свадьбы проходили на этой банкетной площадке, сколько стоит банкетная площадка, какая цена за аренду, за пробку, за сервисный зубосбор, за фуршет. Ну, а остальные вопросы, которые необходимы узнать по той банкетной площадке, которую вы выберете на портале Event4Me в разделе «Каталог», мы с вами сегодня разберем, чтобы наверняка понять, сколько же действительно, в какую цифру действительно выйдет та или иная банкетная площадка. Так что начинаем. Частенько я слышу от молодоженов, мол, ой, а смотрите, какая дешевая банкетная площадка. Слушайте, как здорово, надо сделать мероприятие именно здесь, потому что здесь дешево. Но далеко не все молодожены знают о том, что есть явные платежи на банкетной площадке, есть скрытые платежи, неявные платежи, которые раздувают бюджет на банкетную площадку. И в итоге банкетная площадка, которая казалась условно дешевой, на самом деле не такая уж и дешевая, потому что там появляются те моменты, о которых молодожены даже не подозревают. Сегодня мы с вами разберемся с этими моментами, чтобы вы были такие подкованные, да, и когда приезжали на банкетную площадку, сразу же могли подсчитать, а действительно в какую цифру выйдет та или иная банкетная площадка, которую вы выберете. Итак, какие явные платежи есть на банкетной площадке? Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, явный платеж – это в принципе, да, в какую сумму выйдет средний счет в ресторане на банкетной площадке, то есть какое количество денег вам нужно на то, чтобы заказать меню на этой банкетной площадке. Условно, да, мы с вами можем подсчитать, допустим, условно вам объявили, что на этой банкетной площадке сумма 5000 рублей, допустим, на человека. Вы такие, угу, хорошо, у меня 20 человек, 100 тысяч рублей будет стоить моя банкетная площадка, очень здорово. Второй момент – это тоже достаточно явный платеж, потому что, скорее всего, вы об этом знаете, скорее всего, вы это спросите, есть ли какая-то плата за обслуживание, и вам скажут, да, есть 10%, то есть вы уже подсчитали, что так, 100 тысяч рублей у меня стоила банкетная площадка, и плюс 10 тысяч рублей мне нужно будет заплатить за то, чтобы официанты нас обслуживали в этот день, да. Ну, и из явных платежей также это аренда банкетной площадки, вам тоже наверняка ее объявят. Вот эта, допустим, аренда стоит, предположим, 50 тысяч рублей. И вот вы знаете, что здесь 100, здесь 10, плюс 50, 160 тысяч рублей стоит моя банкетная площадка. И вы такие довольны, что вот вы нашли такую хорошую банкетную площадку за 160 тысяч рублей, готовы ее бронировать, и, может быть, даже ее бронируете. Но проходит какое-то время, и тут выясняется, что помимо того, что есть вот эти вот платежи, да, которые вам объявили, есть платежи, которые вам либо забыли объявить, потому что вы не спросили, либо платежи, которые даже, может быть, и не относятся к банкетной площадке, но в совокупности, получается, это все выходит достаточно большую сумму. Что, например, это за платежи? Например, на банкетной площадке нельзя привозить свой алкоголь, предположим, да. Что это значит? Это значит, что в масс-маркете вы купите бутылку вина там условно за тысячу рублей, да, может быть, меньше, а на банкетной площадке такая же бутылка вина будет стоить там 3 тысячи рублей, да. И вот вы уже понимаете, что, почитав это, вы понимаете, что так. То есть банкетная площадка-то выходит не 160 тысяч рублей, а уже дороже, да. Или, например, из неявных платежей то, что нет меню, допустим, какого-то, да, для ваших подрядчиков, да. Например, нет никаких ланчей, то есть вам нужно думать так, либо заказывать из меню основного, а это уже подороже, да, либо заказывать где-то откуда-то везти, то есть это тоже вопрос, который нужно будет решить, да. Что еще за неявные платежи могут возникнуть? Например, этот клининг. То есть изначально, например, клининг не заложен на банкетной площадке, но вам клининг нужен, естественно, да, то есть вам нужно, чтобы на банкетной площадке убрались, на банкетной площадке привели в порядок туалеты, да, для того, чтобы было чисто на площадке, чтобы ваши гости приехали, и там было элементарно чисто. Но это стоит дополнительные, допустим, деньги какие-то, и вы об этом узнаете тоже позже, например, потому что не спросили, да. Или вообще, в принципе, узнаете в день мероприятия, что, оказывается, нет клининга, и вот нужно будет решить вопрос с клинингом. Поэтому, конечно, это нужно выяснять все заранее, потому что клининг, например, стоит еще плюс 5000 рублей, и вот вы это узнали и поняли, что, ага, еще плюс 5000 рублей клининг, то есть было 160, и плюс 5 уже 165, да. Дальше выясняется, например, что на банкетной площадке нет нужного количества мебели, а это значит, что вам на эту мебель нужно привезти, аренда одного стола в среднем стоит, ну, предположим, 3000 рублей, да, вам нужно условно на 20 человек, допустим, вам нужно заказать 4 стола, да, то есть это плюс, там, 12 тысяч рублей вам нужно будет иметь плюсом, плюс доставка, да, это еще там 1010, и плюс еще банкетный стол, не банкетный, а президиумный стол, да, это тоже какая-то сумма, ну, то есть дополнительно там это выходит еще там в 30 тысяч рублей, то есть было вроде 160, а вот уже и не 160, да, потому что мебели-то нет, то есть нужно мебель эту привозить, потому что ее нет на банкетной площадке. Или вот вы приехали на банкетную площадку, увидели, что какая красивая полянка для церемонии, очень здорово, вот здесь мы и сделаем церемонию, но, опять же, не тут-то было, полянка для церемонии стоит денег, если вы там ничего не монтируете, просто берете эту полянку в аренду, вам, кстати, могут это сказать, потому что, да, полянка стоит, там, допустим, аренда полянки стоит 10 тысяч рублей, и вы такие, о, здорово, 10 тысяч рублей, это там немного, но есть одно условие, если вы хотите что-то устанавливать на этой полянке, да, вам могут об этом не сказать, но вам нужно обязательно это спросить, то есть если вы хотите что-то устанавливать, например, какую-нибудь арку делать на полянке, да, что-то застраивать, то эта полянка, которая стоила 10 тысяч рублей, она может стоить уже не 10 тысяч рублей, она может стоить уже 50 тысяч рублей, а это все-таки существенная разница, согласитесь, И получается, что уже то, что стоило 160, уже и не 160 вовсе, что оказывается, что плюс полянка там 210, плюс вся мебель, которую вы посчитали, это еще 30, это уже 240, и получается, что раздувается бюджет. Казалось бы, площадка дешевая, а на самом деле не такая уж она и дешевая. Или, например, нет стульчиков для выездной регистрации. Соответственно, мебель, допустим, если есть на площадке, то нельзя ее вывозить, выносить на церемонию, на эту полянку. То есть нужно стульчики привозить, а это плюс опять стулья, плюс опять доставка этих стульев. Стулья, ну там в среднем, допустим, один стол стоит 300 рублей, предположим, это 6 тысяч рублей на 20 человек, плюс доставка, там еще 10 тысяч рублей, то есть это 16, плюс там за то, что вы вынесли, поставили на полянку еще 4 тысячи рублей, это еще плюс 20 тысяч рублей. И вот эта сумма набегает, набегает, и вы понимаете, что так, подождите, изначально же была эта дешевая банкетная площадка, выясняется, что она не такая уж и дешевая. Далее парковочные места, это тоже большая проблема, которую частенько забывают спрашивать молодожены, и из-за чего тоже раздавается бюджет. Например, площадка находится где-то в центре города, и ребята выбрали эту банкетную площадку, потому что она им показалась недорогой, хорошо расположенной и так далее. Но дальше появляется проблема такая, как парковочные места, то есть если парковаться на городской парковке, это там час стоит там условно 400 рублей, да. А если нужно на целый день припарковать машину, да, если это приезжают декораторы, если это приезжают техники по свету, звуку и так далее, то есть это тоже все дополнительные расходы, и частенько это бывает достаточно кругленькая сумма, о которых ребята не подумали заранее, и думая о том, что это выгодная по условиям площадка, она получается не такая уж и выгодная за счет того, что действительно не продумали вот эти моменты, не узнали, да. И бюджет раздувается такой, что сравнивая, казалось бы, дешевую площадку с площадкой дорогой, условно дорогой, да, выясняется, что иногда дорогая выходит дешевле, чем условно дешевая. Понимаете, о чем я говорю, да? Потому что на той дорогой площадке есть все, есть место для церемоний, оно там, допустим, бесплатно входит в эту стоимость, есть вся мебель необходимая, да, есть парковочные места в необходимом количестве, да, есть холодильники, есть стулья, есть там нужное количество электроэнергии, да, потому что такое тоже бывает, что электричества не хватает, то есть нужно дополнительно привозить генератор, если привозить дополнительно генератор, это тоже расходы, естественно, да, потому что генератор стоит денег, плюс доставка генератора тоже стоит денег, это все дополнительные расходы, которые требуют вложения, ну, а вложение, естественно, с вашей стороны, то есть это оплачивает не площадка, а это оплачивает вы, заказывая тот же там генератор, да. Есть в нужном количестве официанты, есть в нужном количестве клининговая служба и все остальное. Это все входит в ту стоимость дорогой условно площадки, и получается, что дорогая площадка не такая уж дорогая, а может быть даже дешевле, чем та условно дешевая площадка. Далее. Далее, далее, далее. Частенько еще бывает такое, что ребята попадаются на посуду, тоже с посудой. Тоже интересный момент, что, например, на площадке есть посуда маленькая какая-нибудь, очень крошечные тарелочки. То есть тарелки тоже нужно привозить, и бокал нужно привозить. Но ребята, естественно, ну, не спросили об этом, потому что мы подумали, ну, раз это ресторан, наверняка же здесь есть посуда, а не тут-то было, посуда может не быть. То есть посуду нужно заказывать, либо пользоваться этой маленькой посудой, что не очень удобно, не очень красиво, не очень эстетично. То есть это, опять же, моменты, которые раздувают свадебный бюджет до немыслимых, в общем-то, размеров, могу сказать. Далее, продление залов. Тоже бывает такое, что ребята думают, вот мы поедем за город, потому что там подешевле, и там можно сделать мероприятие до ночи. И им говорят, и ребята спрашивают, а можно ли у вас сделать свадьбу до поздней ночи? Им говорят, конечно, можно делать мероприятие до поздней ночи, но только до поздней ночи стоит денег, да, но не всегда говорят, опять же. И ребята узнают о том, что продление, я знаю истории, знаю случаи, когда ребята узнают о том, что продление стоит дополнительных денег в день мероприятия, когда они хотят продлить, гулять до 12, и к ним подходит менеджер, говорит, так, когда вы закругляетесь? Они говорят, мы в 12. Они говорят, ну, хорошо. Все. И после того, как закончилось мероприятие, им приносят счет, где написано, что вот у вас продление было зала на такое-то количество часов, и вот вы должны заплатить. И для ребят тоже это шок. Вроде бы было дешево, а на самом деле не такое же дешевое. Знаю случаи, когда на площадку нельзя привозить свой торт. И торт стоит значительно дороже на площадке, чем если заказывать ее даже в хорошей кондитерской с учетом доставки. И опять же, это раздувает бюджет свадебный, потому что выгоднее привезти зачастую свой торт на площадку, нежели привозить откуда-то, нежели заказывать точнее на площадке. Знаю случаи, когда на площадке нет гримерок, и тогда нужно опять же обдумывать, а где будут размещаться артисты. Если заказывается кавер-группа та же, то где разместить этих артистов, куда их посадить? Если нет гримерки, значит, нужно что-то думать, какую-то комнату, что-то привозить, привозить какой-то шатер дополнительный, да, это тоже недешево, я хочу вам сказать, чтобы оборудовать какую-то комнату, какой-то шатер, или арендовать, например, какой-то номер на той же банкетной площадке для артистов, это тоже все недешево. И когда вы бронируете банкетную площадку, вам нужно обязательно вот эти вопросы учитывать и прямо делать сравнительный анализ. потому что я действительно знаю случаи, когда ребята такие, мы там, допустим, показываем банкетные площадки, они говорят, ой, это стоит там 350 тысяч рублей, ой, это очень дорого, очень дорого. Мы нашли очень дешево за 150 тысяч рублей. Очень дешевая площадка, вообще суперклассная, нас все устраивает. И в итоге, когда мы начинаем распутывать этот клубок, да, когда начинаем задавать вот эти вопросы, когда мы узнаем о том, что да, там есть ограничение по мощности, да, там нужно ввести генератор, нужно ввести мебель, да, нужно привозить весь текстиль свой, нужно привозить стулья все свои, да, там нет холодильников, нужно решать вопрос с холодильником, там нет, допустим, гримерной комнаты, нужно решать вопрос с мирным фондом каким-то образом, да, чтобы артисты разместились где-то в номерном фонде, да, там нет посуды в нужном количестве, там, допустим, нельзя там какие-нибудь бенгальские или там серпантин, серпантин, если можно, да, то нужно дополнительно оплачивать клининг, на этой банкетной площадке. Если хочется, чтобы это был фейерверк, то, опять же, это нужно куда-то, где-то что-то оплачивать либо заказывать конкретно на этой площадке фейерверк. Там, допустим, нельзя, тоже очень важный вопрос с декором, да, частенько бывает такое, что банкетная площадка условно дешевая, но для того, чтобы вам задекорировать эту банкетную площадку, вам дается 2 часа. А если декор какой-то большой, глобальный, масштабный, то частенько те же декораторы, они заезжают ночью и начинают монтировать декор в 12 ночи, да, и некоторые банкетные площадки за позднее, точнее, раннее начало, да, за то, что декораторы заезжают в 12 ночи, просят дополнительную оплату. А эта оплата может быть достаточно приличной. Это может быть почасовая оплата, там, 10, 15, 20 тысяч рублей, а может быть оплата, там, 50 или 100 тысяч рублей только за то, что вам вашу банкетную площадку задекорируют. И если сложить все эти цифры, да, если поскладывать все то, чего не хватает на этой условно дешевой площадке, то выясняется, что она дороже, она получается, там, полмиллиона, 550 тысяч, 650 тысяч. Но ребята это узнают тогда, когда распутывается этот клубок, да, когда они забронировали эту условно дешевую площадку, а выясняется, что там ничего нет. Там нужно решать вопросы с парковкой, оплачивать как-то дополнительные места, да, парковочные, для того, чтобы машины, в принципе, припарковались, да, если это где-то там в центре города. Там нужно решать вопрос с размещением артистов. То есть ничего нет. И в итоге получается, что изначально вроде выбрали площадку дешевую, и на этой дешевой площадке, которая изначально реально, она не выглядит как дорогая, и на ней даже, ну, нет смысла делать, да, такое дорогое мероприятие, а мероприятие получается действительно дорогое, только из-за того, что всплыли вот эти вот дополнительные платежи, которые раздули бюджет, да, вот эти неявные платежи, которые раздули бюджет до невероятных размеров, И на выходе, если посмотреть, то можно было бы сделать мероприятие на дорогой, на хорошо продуманной площадке, с хорошим местом для церемонии, с хорошими возможностями по декору, и это вышло бы выгоднее, чем условно дешевая площадка. Мои дорогие женихи и невесты, я искренне надеюсь, что вы обязательно будете обращать на это внимание, делать сравнительный анализ, обязательно сравнивать не только по явным моментам банкетную площадку, по среднему чеку, по аренде и по обслуживанию, которое есть на банкетной площадке, но и по неявным моментам, по тем моментам, которые я сегодня обозначила в этом видео, которые, я надеюсь, вы обязательно себе куда-нибудь запишите, чтобы у вас это тоже обязательно сохранилось где-нибудь, и когда вы будете просматривать банкетные площадки, чтобы вы обязательно все эти вопросы задали, чтобы не получилось так, что вы рассчитывали, что банкетная площадка будет стоить там 100 тысяч рублей, а ваша банкетная площадка в итоге вместо 100 тысяч рублей стоит там 500 тысяч рублей, потому что распутывая клубок и мечтая сделать то, что хотел сделать изначально, это выходит в какую-то немыслимую сумму, на которую вы не рассчитывали. Всего хорошего, обязательно поставьте пальчик вверх этому видео, обязательно делитесь этим видео со своими знакомыми, которые точно так же готовятся к своим мероприятиям, и обязательно заходите на свадебный портал EventFumi для того, чтобы подобрать банкетную площадку, там же можно сразу же сделать запрос, задать все необходимые вопросы и рассчитать, какую сумму действительно для вас выйдет банкетная площадка. Все, пока-пока.